Меня беспокоит ситуация с ДТП. Каждый день читаю сводки. Люди у нас гибнут, к сожалению. Не только в Ивановской области, а по всей стране. Безусловно, мы должны с вами здесь тоже навалиться. Эту проблему решить, снизить смертность на дорогах. Комплексный подход к повышению уровня безопасности на дорогах региона в среду обсуждали на заседании правительства Ивановской области. На сегодняшний день статистика происшествий имеет положительную динамику. Но еще есть к чему стремиться. По итогам 2018 года количество ДТП сократилось на 10%. Количество погибших в них на 29%, раненых на 6%. Таким образом, достигнуты все четыре основных показателя федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах. По количеству ДТП с пострадавшим и количеству погибших в них людей, Ивановская область находится на шестом месте в Центральном федеральном округе из 18 регионов. И на 37 месте в Российской Федерации из 84 регионов. В 2019 году начнется реализация программы повышения безопасности дорожного движения на региональных автомобильных дорогах 10 трасс. Впервые она будет носить комплексный характер. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области совместно с управлением ГИБДД проанализировали все аварии, произошедшие на региональных дорогах в 2018 году. Выявлено, что почти 60% всех ДТП с погибшими и пострадавшими приходится на 10 основных трасс. Это автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород, Ковров-Шуя-Кинишма, Иваново-Родники, Иваново-Ярославль, Кинишма-Юрьевец-Почеш-Порех, обход города Шуя, Тейково-Гаврилов-Посад, Лежнево-Савинско-Воскресенское, Гордяковка-Лух-Чедоево, Курьянова-Новаталицы. Для определения наиболее аварийных участков была применена методика расчета рейтинга аварийности на больной основе, которая учитывает основные факторы, повлиявшие на ДТП, виды ДТП и тяжесть их последствий. Всего выявлены 36 аварийно-опасных участков общей протяженностью 179 километров. Меры по изменению сложившейся ситуации разработаны под каждый конкретный очаг аварийности. Они включают в себя устройство линии освещения, установку барьерных или перильных ограждений и новых светофорных объектов, строительство тротуаров и переход на скоростных полос, изменение схем организации дорожного движения. Всего в 2019 году планируется сделать не менее 30 километров линии искусственного освещения, установить порядка 5 километров тросовых ограждений и 3 светофорных объекта, обустроить более 3 километров тротуаров, на двух перекрестках построить разгонные полосы, модернизировать 15 пешеходных переходов. В целом на реализацию программы будет направлено дополнительно более 461 миллиона рублей. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново